Завершаются последние приготовления к сдаче детского сада на улице Юбилейной в поселении Медвежье-Озёрское. Приёмка учреждений на 240 детей госкомиссии должна состояться 15 июля, подтвердил в ходе субботнего объезда строек руководитель администрации района Алексей Валов. В саду ведётся расстановка мебели и наладка оборудования. Следом за садом на Юбилейной начнётся приёмка учреждений на 140 мест в новом городке в том же Медвежье-Озёрском и на 170 детей в Первом советском переулке в Щёлкове. На обоих объектах завершается отделка помещений и благоустройство территории под размещение малых архитектурных форм и веранд. Все три дошкольных учреждения примут воспитанников уже 1 сентября. Очерть туда сформирована, практически весь детский сад заполнен, поэтому наша задача побыстрее открыть и мы откроем её. По новому городку прошлые проблемы финансирования решены, финансирование пошло, работы пойдут, до конца июля работа выполнят. Здесь обещают 15 августа, но будем подгонять, чтобы пораньше. Самое главное, что 1 сентября все три будут сданы. Семь дней в неделю трудятся рабочие над реконструкцией бывшего учебно-командного корпуса под общежитие в новом городке. Здание полностью обшили утепляющими панелями, на втором и третьем этажах ведётся отделка комнат. По планам администрации здесь поселятся около 47 учителей и врачей, в которых нуждается Щёлковский район. По пути Медвежий Озёрска Алексей Валов остановился на перекрёстке Пролитарского проспекта и улице Краснознаменской. Этот участок входит в число шести самых аварийных в Щёлковском районе. Прорабатывается вариант переноса светофора и пешеходного перехода от торгового центра на 50 метров в сторону управления пенсионного фонда. Такой вариант позволяет автомобилистам, не дожидаясь сигнала светофора, выезжать с проспекта на улицу. Как запасной вариант, предложено рассмотреть строительство на проспекте дополнительной полосы съезда. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щёлково.